Всем большой привет! Вам так полюбился наш шоколадный муссовый торт, что мы решили еще приготовить один муссовый. И на этот раз это будет клубнично-лимонный муссовый торт. Естественно, с зеркальной глазурью. Итак, для этого нам нужно приготовить бисквит, лимонный мусс, клубничный мусс и клубничный конфитюр. Поехали! И для того, чтобы приготовить этот торт, у вас должно быть два кольца. Одно должно быть больше, чем другое. И в первую очередь мы готовим бисквит. Для этого яйцо с сахарным песком мы взбиваем до пышной пены. Итак, яйца взбиты. И сейчас я сюда добавляю кукурузный крахмал, муку и ванильку. И также лимонный сок и лимонную цедру. И перемешиваю все это уже силиконовой лопаткой аккуратно. Я беру кольцо большего размера и застилаю его фольгой на дно. В нем мы будем выпекать бисквит. И убираем в духовку выпекаться при 180 градусах примерно 10 минут. А сейчас мы делаем клубничный конфитюр. И для этого нам нужно приготовить клубничное пюре. У меня была замороженная клубника, я ее разморозила в микроволновке. Кинула вот сюда вот в блендер ягодки. И сюда сейчас я отправляю листочки, именно листочки базилика. И пробью еще раз. Аромат просто волшебный. Базилик и клубника. И сейчас в ковшик я наливаю клубничное пюре. Высыпаю сахарный песок и лимонный сок. Мы ставим это на плиту подогреться так, чтобы сахарный песок растворился полностью. То есть у нас нет цели, чтобы масса закипела или загустела. Вот в этом случае нам нужно просто полностью растворить сахарный песок. Конфитюр нагрелся. И сейчас мы сюда отправляем набухший желатин. И хорошо перемешиваем. Вот такой классный бисквит у нас получился. Сейчас я его вытащу с кольца. Кольцо большего размера, в котором мы выпекали бисквит. Вот бисквитик. Я его кладу в это кольцо. Бисквит. И сверху заливаю клубничный конфитюр. И убираем в морозилку, чтобы оно полностью замерзло. А сейчас нам нужно приготовить клубничный мусс. Для этого пюре клубники мы переваливаем в ковшик. Сюда же сахарный песок и лимонный сок. И отправляем на плиту. Нам нужно, чтобы всего лишь сахар растворился. Все, не перегреваем. Пюре нагрелось, сахар растворился. Я убираю с плиты и добавляю желатин. И хорошо перемешиваем. Массу остудили до комнатной температуры. И сейчас вводим сюда взбитые сливки. Я уж не стала вам показывать, как взбивать сливки. Я думала, что вы и без меня знаете. И аккуратненько лопаткой силиконовой перемешиваем. И все это мы заливаем в кольцо. Снизу обернув пищевой пленкой в то кольцо, диаметром которого мы делали бисквит. Бисквит. Вот так вот аккуратно распределите, чтобы он равномерно там лег. Все, и убираем в морозилку до полного замерзания. А сейчас мы готовим лимонный мусс. Для этого помещаем в ковшик желтки. Заливаем их лимонным соком вместе с цедрой. И перемешиваем. И засыпаем сюда сахарный песок. Теперь ставим это на плиту. И прогреть нам это нужно до легкого загустения. Вот видите, у меня уже загустилась масса. Значит, все, она готова. Это как лимонный курт, так же. И в горячую эту смесь я добавляю растопленный белый шоколад. И далее, немножко остудив эту смесь, мы сюда кидаем наш набухший желатин. Взбиваем белки в пышную пену вместе с солью. Сипоточкой соли. Так, белки взбиты. И сейчас я добавляю в ковшик сахарный песок. И сюда наливаю воду. И отправляю вариться до температуры 117 градусов. Мы делаем меренгу. И теперь горячий сироп мы вводим в белки и взбиваем. Все, меренга взбита. Видите, какая плотная-плотная получается масса. И сейчас мы белки вводим вот в наш лимонный курт. И перемешиваем. Так, я перекладываю в другое блюдо, потому что это мне уже жмет. И добавляем сюда взбитые сливки. А мы будем собирать тортик вниз головой. То есть, мы выливаем сейчас лимонный мусс, половина его, на противень. В противень, точнее, в котором вы будете собирать. И добавляем сюда клубничный мусс на серединку. Заливаем все оставшимся лимонным муссом. Нужно работать очень быстро, потому что он мгновенно просто схватывается. Вот видите, уже какой он у меня. Поэтому нужно очень-очень быстро работать. И сверху кладем бисквит вместе с клубничным конфитюром. И тоже немножко придавливаем. И убираем тортик в морозилку полностью замораживаться на 4 часа. Торт замерз, глазурь готова, она рабочей температурой. И мы заливаем. Вот такой классный тортик у нас получился. Давайте его разрежем, и я покажу, что там внутри. Резать нужно мокрым, горячим ножом. Смотрите, какой идеальный торт у нас получился. Клубничный мусс, лимонный мусс, коржи, клубника с базиликом. Вот я хочу, чтобы вы поближе посмотрели структуру, и что получилось. Насколько он воздушный. Посмотрите, нежный. Вкуснятина. Я на вилочку практически не давила. Смотрите, он прям нежнейший бисквитик. Это все абсолютно одной консистенции. Это все тает во рту. Приготовьте обязательно, видите. Это было очень просто. Вам понравился мой предыдущий муссовый торт. Думаю, тут вы тоже оцените. Всем прекрасных дней, хорошего настроения. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok